Лето, похоже, наконец-то вступило в свои права, как насчет бокальчика Суавы. Легкое, свежее – это вино – абсолютный хит в жаркие летние дни. Почему же оно так популярно? Сегодня будем разбираться вместе и разрушать мифы, и узнавать много нового об этом вине. Готовы? Меня зовут Алексей Капуста, я создатель винной школы онлайн Vitis Pro. Если вы хотите разбираться в вине лучше, чем сейчас, подписывайтесь на этот канал и ставьте лайк этому видео. Мы выпускаем ролики каждую неделю, говорим о вине человеческим языком и делаем это увлекательно. Главный миф про Суавы заключается в том, что это такой сорт винограда. Признайтесь, многие из вас так думали до сегодняшнего дня? Не стесняйтесь, признание и покаяние принимаются в комментариях. Правда же заключается в том, что Суавы – это название местности, как Кьянти, Херес, Бордо и т.д. Находится эта винодельская область в итальянском регионе Венета, а именно в окрестностях Вероны, воспетой Шекспиром. Не зря Суавы часто называют поцелуем Джульетты. Так что же такого особенного в этом вине? Чтобы это понять, как оно рождается и формируется, давайте немного прогуляемся по региону, ведь он довольно интересный. Это гористая местность с вулканическими почвами, то есть почва здесь – это ничто иное, как застывшая лава с большим содержанием минералов. Именно поэтому, вызревая в ней, проникая корнями на большие глубины, виноград набирает много ароматических веществ. Не зря все-таки Суавы сравнивают с французским шабли, хотя я бы сказал, что это два совершенно разные вина, и лучше не искать между ними аналогий, а наслаждаться каждым по отдельности. Но вернемся к Суавы. Лучшим здесь считаются виноградники на склонах гор, возвышающихся над городком с одноименным названием. И делают в этом регионе исключительно белые вина. Для них используют в основном виноград Гарганега, но могут добавлять и другие. Всего в купаже Суавы должно быть не менее 70% горганеги, ну а дальше туда могут добавить шардоне, требьяно, пиноблан. В истории Суавы случались крутые виражи, когда-то это вино было дико популярным, а потом стало синонимом некачественной попсы. Пик его славы пришелся на середину 20 века, тогда Суавы даже обогнало по популярности кианти. Его любили попивать Фрэнк Синатра, Федрико Феллини и другие знаменитости. Производителям этот успех скружил голову, захотелось побольше денег. В итоге в 1960 году границы Винодельской области Суавы расширились с 1700 до 7000 гектаров. Если раньше это были вина из ягод, выращенных на холмах и склонах с вулканическими почвами, то 1960 года с их происхождением уже стало не так гладко. То есть для Суавы начали брать винограды с низины, то и в общей растущей у дорог и крупных магистралей. За качественным тоже особо никто тогда не следил. В итоге от былой славы Суавы не осталось и следа. Очень быстро оно стало синонимом дешевого посредственного вина. Чтобы исправить ситуацию, в 90-х годах прошлого века консорциум вин Суавы начал принимать меры. Законодательно определили разрешенные сорта и состав купажей, а также саму область поделили на несколько зон. Суавы Супериори Дио Чиджи. Вершина пирамиды – самая качественная вина из классической зоны Суавы. Суавы Коли Скалиджери Дио Чиджи. Это вина с холмов вокруг Вероны. Когда-то эти земли ранее принадлежали знатному семейству Скалиджери. Суавы Классико. Это наиболее простые и недорогие вина со всех остальных участков. Поэтому, если вы хотите попробовать действительно качественное Суавы, следовательно, вам нужно внимательно читать этикетку и брать бутылки с пометкой Супериори Дио Чиджи или хотя бы Коли Скалиджери. Обойдется такая покупка несколько дороже, чем классика, но поверьте, на слово оно того стоит. Чем же это вино привлекает ценителей? Почему оно стало таким популярным в свое время? И почему сегодня к нему опять возвращается былая слава? В переводе с итальянского «суавы» означает «нежный, приятный». Эти характеристики идеально подходят для описания этого вина. Ну, поразительно легкое, но при этом довольно комплексное и интересное. Просто его нотки не на поверхности, они не навязчивые. Но опустив нос в бокал с этим вином, вы почувствуете тона, например, медовой дыни, лимонной цедры, зеленого миндаля, спелой груши, а также разнообразных трав. Во вкусе ощутите минеральность и мягкую фруктовую кислинку. А когда вы сделаете глоток, это вино оставит после себя долгое и свежее послевкусие. Кроме легких и свежих молодых вин, в «суавы» также делают выдержанные. Их гораздо меньше, но это вообще нечто особенное. В них чувствуются нотки шафрана, засахаренного персика, печеного яблока, меда, лимонных цукатов. А еще мало кто знает, что «суавы» делают и сладкие десертные вины из подвяленного винограда горгонега. Они называются «речотто ди суавы» и получаются насыщенными с ярким фруктовым букетом. Молодые суавы хорошо подходят к морепродуктам, легким сырам, салатам, а более зрелые можно пить и с запеченным белым мясом, бобовыми, десертами, да и просто само по себе как дежестив. Друзья, а теперь у меня есть вопрос к вам. Вы пробовали суавы? Какие впечатления от этого вина? Делитесь смело ими в комментариях. А если после этого ролика вам захотелось отведать более качественного вина, суавы, я подготовил для вас подарок. Нет, не вино пока еще, а удобную инфографику, которая поможет вам правильно выбрать вино в магазине. Качайте ее в описании к этому видео. Друзья, если вам понравилось это видео, расскажите об этом мне и YouTube, кликнув по кнопке лайк. Ну а если вы не хотите пропустить новые, еще более интересные видео на этом канале, подпишитесь и кликните на колокольчик. Также обратите внимание, что под этим видео есть кнопка поделиться. Поделиться нашим видео с другом – это не просто поддержать канал, но главное, мы с вами распространяем настоящую винную культуру. Это, согласитесь, дело благородное. Мы ведь делаем совсем другой канал про вино.